Такие уголовные дела, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сбыт наркотических средств и другие могут быть рассмотрены с участием присяжных. Пока в Каннском городском суде идет подготовка к этому новшеству, формируются списки жителей города, подходящих под все критерии. Как только списки будут готовы, кандидатам в присяжный начнется рассылка анкет. Итак, по почте вам пришла вот такая анкета. Что же делать? Заполнить ее. Это не составит особого труда, главное отвечать только правду. Ведь внесение в нее ложной информации недопустимо. Я свою уже заполнила, осталось дело за малым отнести в Каннский городской суд. Быть присяжным долг каждого гражданина России, поэтому отказаться можно будет только по весомым причинам. Это ограничение по возрасту, то есть общее основание, которое вы будете заполнять в анкете, а также иные случаи, если вы каким-то иным образом заинтересованы в исходе дела, то есть отвод присяжным заседателям, который будет именно в ходе отбора присяжных заседателей рассматриваться в судебном заседании. То есть вам будут задаваться вопросы прокурорам, адвокатам, когда будет установлено, что вы не можете участвовать в данном деле. В этом случае, либо если вы сами заявите самоотвод, когда сами знаете о том, что у вас есть заинтересованность в исходе дела, в этом случае вас отведут от участия в деле. Присяжные вызываются к исполнению своих обязанностей один раз в год на 10 рабочих дней или до конца рассмотрения уголовного дела. За это время суд выплачивает ему компенсацию, а на основном месте сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.